Я когда-то читал, по-моему, в книге «Птица небесная» очень интересный эпизод, случай. Это как раз эпоха господства атеизма в Советском Союзе, это, по-моему, там 70-е, наверное, годы. По-моему, какая-то гора, то ли Эльбрус. И вот человек, альпинист, который о Боге никогда не задумывался. Он, когда поднимался на эту гору, он вдруг там ощутил присутствие чего-то, что он опознал как Бога. То есть понятно, что это присутствие, как тоже митрополит Антоний рассказывает, как человек просто зашел в храм, атеист, он зашел в храм просто посидеть, он зашел и ощутил присутствие чего-то. И вот Бог является человеком многообразным. Почему такое количество разнообразных религий? Да потому что опыт Бога часто преломляется через разную эпоху и культурную среду людей. Почему нет ни одного народа и вообще нет таких времен и эпох, где бы человек не соприкасался с Богом? Почему нет? Именно опытным путем не соприкасался. Да, он воспринимает, наверное, Бога по-разному. Иногда этот опыт носит действительно искаженный характер, иногда этот опыт неправильный. Но в основе даже неправильного опыта все равно лежит нечто правильное, некая такая искра. И поэтому даже если мы придем в такую эпоху, что даже у человека не будет мысли возникать о Боге, все равно будут люди, которые к Богу прикоснутся. Почему это произойдет? Почему это произошло с одним человеком, с этим человеком, а с другим это не произошло? Это тайно. То есть мы не знаем почему. И вовсе даже не потому, что один был более грешный, а другой более праведный. Тем более, что это произошло непонятно почему. То есть когда та же блудница или Мария Магдалина, которая вдруг прикоснулась ко Христу, она же ведь увидела, она ощутила в нем не человеческое нечто, а божественное. И когда она купила вот это миро, отирала ноги его маслом и так далее, и так далее, своими волосами, вытирала все это. Почему? Потому что в душе у нее нечто пробудилось, она была грешницей. И тоже фарисей спрашивает, ну что, не пророк, он не знает, кто она такая, да? И он в ней открывает нечто другое, нечто большее, да? То есть она смогла это почувствовать? Или это женщина, да, которая имела там кровотечение, да, и которая прикоснулась ко Христу, да? И она имела опыт соприкосновения с его божеством, да? То есть почему это происходит? Она, вероятно, ну не была какой-то там праведницей. Или тот сотник, да, который был военным человеком, который, может быть, и людей убивал, но в какой-то момент он тоже прикоснулся ко Христу. Это тайна почему-то происходит. Важно, чтобы человек сам захотел быть с Богом. Важно, чтобы человек нашел свой путь к Богу, да? Чтобы человек научился как бы гармонировать с божественным бытием, потому что может случиться так, и опять же, это есть в опыте церкви, когда люди переживают очень глубокий мистический опыт, подлинный опыт, а потом они отходят от Бога и навсегда отходят. Ну, то есть это, опять же, вот то, о чем я и говорил во втором ролике, это как раз о том... Вот есть очень интересный эпизод в Ветхом Завете, который очень непонятный эпизод. Это борьба Якова с Богом. Помните борьба, да, когда он борется с Богом? И когда Израиль, это тоже богоборец, как бы, да, то есть народ, который, с одной стороны, это Богом избранный народ, а народ, которым как бы присутствует Бог, это, как Господь говорит, что это народ моего имени, моё имя, как бы, как печать лежит на этом народе, но это народ, который восстаёт против Бога, да, то есть он пытается сказать, что, слушай, вот я хочу вот такого Бога, вот как у других народов, вот такого идола золотого, да, так и мы постоянно пытаемся, нет, я такого Бога не хочу, я хочу вот такого Бога, да, этот Бог, который не исполняет моих желаний, мне не нужен такой Бог. И вот начинается борьба, и в этом смысле это какой-то образ нас с вами, то есть мы, это обязательно происходит, это происходит с любым человеком, то есть мы начинаем бороться с Богом, и мы начинаем так, а христиане, они придумывают для себя очень интересную идею, они, чтобы им, ну, на самом деле, ведь молиться страшно, да, потому что если ты, например, с кем-то поссорился или обиделся, и потом, если ты станешь на молитву, ты не сможешь молиться, если у тебя есть эта обида. И мы придумываем себе, мы начинаем жить, мы возводим между нами и Богом некую стену, да, и мы приходим в храм, мы там молимся, но на самом деле мы сами построили стену между нами и Богом, и мы не хотим на самом деле, чтобы Бог приходил в нашу жизнь, потому что нам тогда нужно будет предпринять какие-то действия, которых мы не хотим предпринять, нам нужно попросить прощения, и не просто попросить, а нам нужно будет реально примириться с человеком, который, может быть, не просто обидел нас, а он, может быть, причинил очень много зла. И мы этого не хотим. И тогда мы создаем искусственные отношения с Богом, не живые, а искусственные. И на самом деле это не Бог, получается, вот в этой ситуации, как бы уходит от нас. А на самом деле мы не хотим быть с Богом, потому что мы хотим быть сами собой.